Электроника, IT, моделирование. У Гомельским центры техничной творчести детей пропонувают не просто объединение по интересам, мол, серьезно одуковывают и рыхтуют до выбора будущей профессии. До речи недавно на республиканском конкурсе Junior Skills Беларусь 2020 наученцы центра показали неверогодные выники. Марина Северьянова погуторала с переможцами и их педагогами. Гомельская область на республиканском конкурсе Junior Skills завоевала 6 медалей и заняла первое место среди областей. Мне как руководителю вдвойне приятно, потому что из 6 дипломов, 5 дипломов завоевали ребята, воспитанники нашего центра совместно и при помощи наших педагогов и экспертов по этому направлению. Даник – самый лучший переможец республиканского конкурса в номинации «Электроника». Хлопчик учится в 6 классе 56 гимназии. У того, что смог отримать первое место, сдается, не может поверить до этого часу, рассказывая, что паять его учил дядуля. Потом батька, когда увидел протяглое захопление сына, подарил ему властный паяльник. И праздник который час хлопчика записали в гурток по электронике. Это было летость. А у всего праздник – такая великая для маленького хлопчика перемога. Были не очень сложные, ошибки были, но неожиданно просто для меня я смог занять первое место. Вот так вот. Что сказали родители? Поздравили меня. Городил? Данику будущим бачить себя инженером, а Ягор – еще один переможца конкурса урачом. Юна каже, что веды ОАИТ, которые юнно бывают в Центре технической творчести, да помогут заработать и быть по мягчимости финансово-незалежным у студентские годы. Ягор признается, что не столько хвалялся, когда выполнил задание, сколько под час обвешения переможцов. Естественно, волнение, когда, особенно в день, когда приезжаешь, начинается открытие, но еще больше волнение, когда закрытие, так как будут объявлять места, а места – это самое такое волнительное, когда объявляют третье, второе. Если вот как у меня было первое, вот когда третье и второе объявляют, я – это не я, тоже самое волнительное получается. Когда объявили, что победитель в своей категории вы? Что вы испытали? Естественно, радость, как бы, до того, что выиграл. Среди переможцев так само у Владислава Кукобникова, Олега Михальцова и Виктор Крохин. Дарыши Апошня занял первое место по абсолютно новым для центра на керунку – графичным дизайном. С конкурса команда приехала с серьезными в основе и новыми планами. В первую очередь, это масштабироваться, то есть занять другие компетенции, а именно проводить у себя занятия, которые связаны с этими направлениями, точнее, в рамках своих объединений. Например, та же самая электроника планирует вводить в себя беспилотные летательные аппараты. То есть они хотят сделать подкурс, чтобы учиться и создавать, и программировать, и запускать. Гомельский областной центр техничной творчести детей-молоди один в Беларуси, где педагоги распрацовали и выдали рабочие шитки для навученцев. Несколько лет назад мы ставили перед собой задачу усиливать методическую составляющую учебного образовательного процесса. В течение года педагоги нашего центра разрабатывали рабочие тетради, которые смогли бы ребятам быстрее, качественнее и лучше усвоить учебный материал. В этом году, с сентября, мы уже стартовали, ребята получили тетради, работают, и будем смотреть, как пройдет апробация этих рабочих тетрадей. Если все будет хорошо, то, конечно, будем дальше внедрять и советовать нашим районным центрам технического творчества перенимать данный опыт. Заразу у Центра техничной творчести додатковую эдукацию отримливают 850 детей по взрослой от 6 до 17 годов. Они занимаются в больших 90 объединениях по интересах.